Всех приветствую! В этом ролике мы посмотрим, ли включится таймер для вытяжки, вот типа такое, РО-406, при подаче на его клеммы 3-4 питания, включится ли вентилятор при, соответственно, отсутствии на вход управления. Дело в том, что, к сожалению, очень много таймеров, которые самопроизвольно включаются при подаче на клеммы L и N, соответственно, питания. Сможет ли этот таймер, соответственно, включится вентилятор сразу или нет. Дело в том, что для следующих роликов мне нужен будет именно таймер, который не запускается без подачи на управляющий сигнал. Когда питание без управляющих сигналов подается, он не должен запускать вентилятор, потому что многие таймеры, бывает, запускают. Вот у нас такой вот таймер. Задержка от 1 до 15 минут. Ну, давайте, кому интересно, размеры. Умещается он в стандартной подрозете 48, ширина, высота 43 и толщина 19, ну, 20, почти. Это его габариты маленькие, то есть подрозетник спокойно влезет. Так, ну, давайте, сейчас мы подадим на него питание, посмотрим, запустится ли он сразу, соответственно, при подаче на него питания. Так, включаем. Не запустился, видите, то есть я сейчас питание подал, вот светится, видите, не включается. Ну, выключаю. Опять включаю. Как видите, опять не запускается. Сейчас подождем, давайте некоторое время, может потом включится. Это хорошо, вот такой таймер, мне как раз и нравится. Мы просто буду я показывать схемы, которые позволяющие реализовать, допустим, подключение вытяжки в ванной и туалете одновременно, там, при помощи таймера, допустим, и, соответственно, вытяжки. Вот видите, все. Пожалуйста, она не запускается. Видите? Ну, давайте сейчас запустим лип, мы сейчас подадим команду управления. Вот в этом случае уже таймер вытяжки у нас должен включиться, замыкая третий и первый контакт. Как видите, у нас запустился, соответственно, таймер, соответственно, как и надо. Так, включили. Он минуту, соответственно, читает и, соответственно, вырубится. Ну, давайте даже, допустим, досрочно выключим и опять включим. Как видите, питание пропадает. То есть я сейчас включил, нам фазу, фазу ноль подал на питание таймера, он, соответственно, у нас не включился. Это, в принципе, правильно. Ну, давайте сейчас опять на вход управления подадим на первый и третий замкнем перемычкой. Включается. Ну, давайте минуту подождем, соответственно, и выключится таймер или нет. Работает ли он вообще или нет. Так, ну, в общем, оставляется он в такой коробочке, стоит где-то в среднем 1100 рублей. Ссылку я могу прикрепить к описанию на зоне, если кому вдруг это захочется. В принципе, реле, оно довольно неплохое. Вот. Описание, кстати, его много, ну, много, соответственно, в интернете, без проблем найдете. Вот. Такое вот. Я еще купил импульсное реле. Соответственно, да, тут, видите, от 1 до 15 минут время задержки. 8 ампер. Такое вот. То есть питание подается, фаза на третий контакт, ноль на, соответственно, четвертый контакт. А вытяжка, вентилятор, он на второй контакт. Все выключило, щелкнули на реле. Как видите, все, у нас, соответственно, таймер сделал свое дело. В общем, таким вот образом. В общем, в принципе, то, что надо. В общем, не запускается он при подаче питания без управляющего входа. Это хорошо, потому что далеко не каждый таймер вытяжки может похвастаться этим. Но это, в принципе, нормально, отрабатывает. В общем, рекомендую. Залезет он в любой подрозетник. Габариты небольшие. Как раз скругленные края. Видите, скругленные края. То есть, круглый подрозетник. Намек поставить. В общем, такая вот штука. В общем, я прощаюсь. Всем всего доброго. Ждите на новых видео. Пока. Редактор субтитров. Редактор субтитров. Корректор субтитров. Корректор субтитров. Корректор субтитров.